Думаю, многих потрясли кадры с камер наблюдения, на которых российские военные отправляют домой многочисленные посылки с награбленным в Украине. 2 апреля российские мародеры, а язык не поворачивается называть их военными, отправляли посылки преимущественно в город Трубцовск, Алтайского края. Чемпионах, в кавычках, конечно, по мародерству, стал Евгений Коваленко. Евгений Евгеньевич Коваленко провел в курьерской службе несколько часов и отправил домой посылки общим весом 440 кг. Командир разведзвода разведроты отправил жене Маргарите в Рубцовск инструменты, музыкальные колонки, стол, палатку и многое другое. Коваленко действовал не один. Артем Лазарев отправил в родной Рубцовск посылки весом 256 кг, в которых были автозапчасти и электросамокат. Лейтенант Валиев отправил 152 кг награбленного, а Егор Катаргин, предположительно майор Росгвардии из Рубцовска, отправил домой телевизор и лодочный мотор общим весом 42 кг. Как же жизнь в Рубцовске стала настолько нищей, что взять палатку в покинутом доме стало важнее, чем забрать тела товарищей с поля боя. Российская армия формируется за счет самых депрессивных регионов страны, таких как Рубцовск. В армию идут от безнадеги, от отсутствия социальных лифтов и перспектив. Потому что для многих россиян выбор, по сути, только между армией и тюрьмой. И армия в этом выборе дает не так уж много преимуществ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова